Православные христиане на Ринмара отметили один из главных праздников крещения или богоявления Господня и проверили крепость духа и веры. Несмотря на по-настоящему крещенский мороз, окунуться в ледяную купель на Качгартинскую курью пришли сотни верующих. Ольга Русул продолжит. На термометре минус 31, здесь на Качгартинской куре по ощущениям все минус 38. Однако такая низкая температура не останавливает православных христиан от того, чтобы перекрестившись троекратно окунуться в ледяную воду Печоры. Ровно в полночь священник на Ринмарской епархии Ирей Иоанн благословил православных на купание. Ведь по мнению церкви цель обряда погружения в ледяную воду не физическая закалка, а духовное очищение. Теоретически вся вода как в открытых водоемах, так и из-под кранов крещения имеет уникальные свойства и пригодна для купания. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Воярда, не крещающуюся Тебе, Господи. Но священнослужители уверяют, что лучшим местом для этого является то, где с водой соприкасался крест и проводился ритуал освящения. Считается, что вода меняет свою структуру и становится целебной в ночь с 18 на 19 января. Лучшим временем для погружения в Иордань признают период с нуля часов 15 минут и до рассвета. Первый раз купаетесь? Да. Как-то готовились? Да нет, решил, все, пошел и все. Не страшно, не холодно было? Нет. Хорошо. Вы каждый год купаетесь? Ну, каждый год, да. Стараюсь каждый год купаться. Сегодня вам не холодно было? Да нет, вроде нормально, как и обычного. А как-то вы готовитесь? Никак не готовились. Просто сам по себе такой человек был. Может, немножко закаленный чуть-чуть. Вы первый раз купаетесь? Нет, уже много лет. Как-то специально готовитесь? Нет, просто иду и купаюсь. А как сегодня у вас по ощущениям, по погоде? Да как обычно. Погружение в ледяную купель, в крещение – хорошая традиция. Но вовсе не обязательная. Воду можно просто набрать в емкость, мыть ее лицо, выпить. Вода теплая вообще. Теплая? Да. Я думала, ожидала, что это холодно. Ну, холодно, когда вытаскиваешь ручку. Да нет. Дочь тоже замерзла, да? Холодно, дочь? Замерзла? Ручка. Ручка замерзла. Ольга Викторовна вместе с внучкой Настей и дочерью Кристиной каждый год набирают воду. Купаться они не рискуют слишком холодно. Крещенскую воду пьют по утрам натощак. А еще поливают цветы. Бывает, еще я поливаю цветы. А что цветы лучше? Простые? Конечно. Да, и особенно по весне. Традиционно рядом со специально оборудованной купелью дежурит бригада спасателей. Они обеспечивают безопасность купающихся. Как видите, погода очень холодная, ветер сильный раздувается. Так что довольно-таки экстремально получается купание. Всю ночь будет дежурить, да? Да, сейчас будем меняться скоро. Будут другие подъезжать службы. А так до завтрашнего, до конца мероприятия все будут дежурить. И если погружаться в Иордань в крещение не обязательно, то каждый верующий в первую очередь должен 19 января сходить в храм, исповедаться, причаститься и затем выпить крещенскую воду. И после божественной литургии в храме прихожане отправились на крещенскую Иордань, где епископ Нарьинмарской и Мизенской епархий Иаков совершил чин освящения воды. Всегда ныне и пристой, во веки веков, аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, царю неместный. Епископ Иаков отметил, что крещение – особый праздник для местного духовенства и прихожан, потому что Нарьинмарский собор освящен в честь богоявления Господня и поздравил всех православных христиан с праздником. Мы чувствуем, что Бог рядом и желаем этой благодати преизобильной всех и каждому. Живите с Богом, несите радость людям, ближним, всем, кого светаете на жизненном пути. С праздником, с богоявлением, с крещением Господним. По информации дежурных чистого города в крещенскую ночь окунуться в Иордане решились более 300 нарьинмарцев. Если учитывать и тех, кто пришел только набрать воды из специально оборудованного колодца, то это более 700 человек. Безопасность мероприятия обеспечивали спасатели, сотрудники полиции и Росгвардии.